В любом смысле это продолжение специальное, но на самом деле пересечения не очень большие. Вот в принципе общую теорию относительности можно отдельно изучать. Вообще вот общая теория относительности это что такое за вашим? Вот непросвещенный человек приходит и говорит общая теория относительности, это про что? Вообще-то теория гранитационного поля, это современная теория гранитационного поля, хотя она не такая уж и современная. Она была в таком более-менее законченной варианте. Это работа Эйнштейна 1916 года. Так что скоро будем ей 100-летие отмечать. Возраст почтен. Ну и в отличие, скажем, от специальной теории относительности, она, ну вот специальная теория относительности, потому что Денин Алексеевич рассказывал, что она не одним Эйнштейном создавалась, да? То есть Денштейна там в Лорец поработал, в Анкаре, многие считают, что вот после работы в Анкаре, там, как бы, нечего сделать с Эйнштейна, да? То есть в Анкаре создал. Есть такой московский академик, одно-таки, ну, даже ректора НГУ Вагунов. У него есть книжный этот счет по динамике Викторона. Если он разбирает работы в Анкаре и показывает, ну, который за полгода там работал Эйнштейнен, выжил, то есть, что, значит, вся теория, специальная теория относительности в этих работах уже сколько? Ну, то есть, во всяком случае, Эйнштейн не один специальную теорию относительности создавал, а вот общую теорию относительности, он, фактически, это его авторская теория, да? Это авторская теория Эйнштейна, значит, ну, там, значит, на какие-то математические куски Гильберт еще может претендовать, там даже был спор, кто там впервые уравнение Эйнштейна получил, Эйнштейн и Гильберт, вот, но тем не менее, вот, как бы, задумка, идея, это, конечно, Эйнштейн. Вот. Ну и в чем была проблема, да? Мы еще более подробно поговорим. В чем была проблема гравитации вообще? вот Ньютоновская теория гравитации, основанная на всемирном законе тяготения. Ну, кажется, вот есть закон тяготения, да, и все, значит, есть теория, да. Ну, проблема, во-первых, была в том, что сразу же после специальной теории относительности выяснилось, что, допустим, уравнение Ньютона – это уравнение нереативистов, да? Второй знак Манг-Ньютона предназначен для описания движений со скоростями, значит, меньшими, чем скорость света. Это одна из проблем, дальше. Вот теория гравитационного поля, которая существовала на тот момент, когда пробовали, ну, допустим, применить эту теорию каким-то там для описания космоса, да? Да, для описания, ну, вот, вселенной, да, возникало большое количество парадоксов. Ну, и один из этих парадоксов – это был парадокс Олгерса. Он состоял в том, что, ну, вот, смотрите, если мы, у нас вселенная бесконечна, как он у нас звездный, да, свет от звезд распространяется в бесконечной скорости, что мы должны увидеть. Белое небо. Белое небо, значит, что светящееся, то есть это посчитали, что светимость, значит, вот этого звездного неба, оно гораздо больше, чем светимость Солнца. То есть, в таком светящемся мире не должно произошли. Ну, еще там ряд парадоксов, значит, вот, невозможно было убедить. Ну, и все это указывало, что мы не понимаем природу гравитации. Надо сказать, что мы ее до сих пор не понимаем. Вот, значит, общая теория относительности, хотя она насчет определенный подход к гравитации, но не закрыла эту проблему. Природа гравитационного поля остается до сих пор непонятной. Ну, и сказано, например, в том, что мы не можем интегрировать, ну, каким-то таким естественным образом теорию гравитации, единую теорию поля, да, единую теорию поля, да, то есть, вот, не можем интеллировать гравитационное поле с другими полями, да, вот. То есть, это поле какое-то совершенно особенное. Вот. Ну, и оно действительно особенное. На самом деле, это самое слабое поле из всех существующих. Самое слабое поле. Ну, там можно какие-то там безразмерные константы взаимодействия, значит, писать на этот счет. Так вот, оно где-то, эта константа, там, примерно, там, на 40 порядков меньше, чем у электромагнитного взаимодействия. То есть, это очень слабое поле. Вот. Но, это поле, то поле, которое не дает миру распасться на куски. То есть, это то поле, которое сбреет этот мир в единое целое, да. Вот. И оно самое непонятное. Вот. Ну, и, значит, эта ситуация продолжает до сих пор оставаться. Таковой ее, она в духа во времена Эйнштейн. Ну, Эйнштейн предложил чрезвычайно красивую идею, собственно, основанную всего лишь на одном эксперименте. На эксперименте, который устанавливает, ну, равенство, а точнее говорить, пропорциональность гравитационной и инертной массы. Значит, мы об этом подробно поговорим. И, фактически, отсюда, значит, вот из одного этого факта удается развить чрезвычайно встроенную и физически, и с математической точки зрения теорию, которые, собственно, являются общей теорией относительности. Вот. И это вот совершенно людей, которые впервые сталкиваются вот с этой теорией, ну, производит очень сильное эстетическое впечатление от Вандау, который, значит, неизвестный вам автор вкуса теоретической физики, да, вот он считал, что теория, общая теория относительности – это самая красивая физическая теория, и, в общем-то, даже у него такой текст был. Ну, вот, да, он человек всегда оригинальный, иногда-то неприличный, вот, но, значит, у него даже такой текст был. Он считал, что человек, который, ну, вот, не восхищается общей теорией относительности – это человек, он не настоящий теоретик, правда. Настоящий теоретик – это тот, который видит красоту этой теории. Вот. Ну, вот. Ну, конечно, не один Эйнштейн поработал над этой теорией, но, в основном, после того, как он предложил ее, и все. Довольно много великих физиков, так или иначе, вот эти теории засветились. Ну, практически все люди засветились, все создатели ламповой механики. Например, и Дезинберг, и Шредингер, и Дирек. Вот, значит, у всех у них есть трубы по общей теории относительности. Ну, и, значит, в Советском Союзе довольно много было таких выдающихся результатов по общей теории относительности. Ну, вот, кроме того, Ландау Вившица, значит, вот, Академий Флот, мы, может быть, слышали такое. Значит, тоже у него большой вклад в общую теорию относительности. А вот из ныне здравствующих, ну, может, вы сами знаете, кто вот из ныне здравствующих людей, таких известных в общей теории относительности. Академий Флот, это целая икона Заводного мира. Академий Флот. Академий Флот. А, ну да. Академий Флот. Ну, это человек действительно легендарный. Вы можете даже фильм про него скончать в божественных фильмах. По-моему, на веку есть. Вот вы берите там Холкинг. Там я не помню, просто по-разному пишут Хокинг или Хокукинг иногда, по-моему Хокинг там называется. Ну и там как бы Хокинг и его круг, там где Роуз, Ротшард, ну и там другие люди. Значит, вот если кратко сказать, что там сделал Хокинг, он сделал такой достаточно важный шаг в объединении общей теории относительности и квантовой механики. Значит, вот он показал там, как могут квантовые эффекты проявляться в сильных гравитационных полях, в частности, в полях черных дыр. Ну и вот в связи с общей теорией относительности, значит, совершенно поменялся взгляд на мир. Ну, кроме того, что там возникли какие слова, соответствующие там, соответствующие объекты, как черный мир, например, да, темная материя, да, которую точнее было бы назвать темным веществом, темная энергия, ну и так далее, и так далее. Еще изменился, ну, что ли, образ пространства-времени, да, философский образ пространства-времени, он тоже совершенно поменялся. Ну, значит, ну, не знаю, давайте так вот, специальная теория относительности, как поменяла взгляд человечества на пространство-времени? Как поменялась? Времени перестала восприниматься на мир. На мир? Почему? В смысле, она меняется в зависимости от системы-времени. А, ну да, да, то есть. Ну, так вот, если вообще-то сказать, да, и пространство, и время завязаны на скорости. Да? То есть, вот, они не абсолютные, как считалось в механике Ньютона, да, они связаны с тем, ну, грубо говоря, какой наблюдатель описывает, значит, в какой системе отсчета находится наблюдатель, да. То есть, и вот, в зависимости от того, как движется наблюдатель, меняются свойства пространства-времени. А в общей теории относительности, там, как бы, произошел еще один дополнительный, ну, или, вернее так, шаг в другом направлении. Вот. Значит, общая теория относительности утверждает, что пространство и время тоже не абсолютны, но не абсолютны они по другой причине. Ну, кроме того, что они зависят от движения, свойства их зависят от движения, их свойства еще зависят, ну, или, вернее так, даже целиком определяются материи. То есть, даже вот в советских каких-то там книжках по философии списали, я сейчас боюсь точно собрать формулировку, ну, примерно что-то такое там было. Пространство, пространство и время есть функция материи, да. По-моему, так, значит, я уже давно философию, современскую изучал, у которого как-то и поставлю. Вот, звучит. Ну, то есть, свойства пространства и время определяются наличием материи. Если нет материи, нет пространства и времени. Появляется материя, появляется пространство и время. Вот. То есть, ну, это вот, как бы, другой совершенный подход, чем специальная теория относительности, но все, как бы, в ту же сторону, да. В сторону того, что пространство и времени являются абсолютно. Ну, в свое время это открытие. Ну, может быть, сейчас нам кажется не таким уж каким-то чем-то особенным, да, в наше время. Ну, в свое время, там, двадцатые годы, это была целая культурная революция, значит, которая породила, ну, не знаю, во всяком случае, параллельно с этим появились там всякие модернистские течения в живописи, в музыке, да. То есть, это вот, ну, многие считают, что это как раз вот результат вот такого пересмотра классических взглядов на пространство и времени. Сначала со стороны специальной теории относительности, а потом со стороны общей теории относительности. Вот. Ну, вот. Ну, значит, несмотря на свой солидный почти сто летний юбилей, общая теория относительности остается. И в настоящее время, ну, такой, как бы, общепринятой теорией гравитации есть, конечно, отдельные физики, которые с этим не согласны. Вот. То есть, здесь, в отличие, вот, специальной теорией относительности, между прочим, и со специальной теорией относительности есть чудаки, которые не согласны. Ну, и после войны, вот, в нашей стране, как, может быть, вы слышали, после того, вот, сорок восьмого года, значит, когда распространили генетику, да, руками академика Мусенко и со товарищами, готовился разгром из специальной теории относительности и квантовой механики. Вот. Который остановил, на самом деле, двух чатов, который позвонил Сталину и сказал, что в то время, как вы понимаете, было актуальным, актуальным являлось создание атомной бумаги, да, атомного оружия. Так вот, Курчатов позвонил Сталину и сказал примерно так. Ну, если эти теории неправильны, тогда, значит, непонятно, чем мы занимаемся, да, вот. После чего Сталин это сделал прекративо. Так что, разгромным последователям. Так, ну, есть сумасшедшая, есть вполне разрабывающая жизнь, которая свои аргументы, собственно, по поводу общей теории относительности, контр-аргументы. И по интервью эта теория, конечно, не единственная. Значит, есть интернативные теории. Вот одной из таких теорий является теория академикова Гунова, о которой я сегодня упоминал. Она называется рентивистской теорией гравитации, да, рентивистская теория гравитации. Значит, это вполне научная теория, альтернативная. Значит, ее там своя физика, да, своя физика. Более того, значит, в славных полях, да, в славных полях теория относительности, общая теория относительности, вот при утилизистской теории гравитации Гунова дают одни и те же результаты. Собственно, во всех альтернативных теориях мы имеем следующую картину. В славных гравитационных полях все теории гравитации приводят к одни и тем же результатам экспериментарным, которые хорошо проверены. Значит, вот существует три классических эксперимента, да. Общая теория относительности – это отклонение лучей света в гравитационном поле, смещение, ну, или смещение перигелия Меркурия, как говорят, да, ну, это, значит, ну, ладно, потом поговорим. И третий эффект – смещение спектральных линий. Они в гравитационном поле. Вот, красное смещение спектральных линий. Об этом мы поговорим, но вот все теории альтернативные, вот и приходят в славу. Все эти эффекты в славных полях хорошо проверены, и все эти относительные теории приводят к одни и тем же гравитации в славных полях. А, значит, в сильных полях начинают со всякими различиями. Вот, в частности, в объективистской теории гравитации, значит, другой взгляд на черные дыры. Ну, в самом круглом приближении можно сказать, что объективистская теория гравитации считает, что черных дыр нет. Вообще, что такое черные дыра? Большая масса малиновый вид. Ну, это же у нее такая большая, что свет у нее. Это то, что вы сказали, это плотность большая. Обратим, ровная масса малиновый вид. А, значит, на самом деле, по-простому. Черная дыра – это мембрана в пространстве времени. Да, то есть, вот, значит, сфера пластеза здесь. Мы тоже там поговорим, посмотрим, как она получается. Но это сфера нематериальная. Это не материя, да, она не состоит из материи. Это сфера, внутри которой одни свойства в пространстве времени, а вне совсем другие, да. А в центре находится массивное тело, значит, как вот тело с большой массой, которое, собственно, эту сферу и создает. Вот. То есть, это такая мембрана пространственного времена. Значит, не черная дыра, она черной называется, потому что вот луч света попадает в нее, и все. Он дальше может двигаться только в центре. Вылететь не может. И вообще любой объект, который туда попадает, вот, за эту мембрану, возврата уже обратно нет. А возможно только одно движение – в центре. Это черная дыра. Вот. А у них все равно какое-то излучение есть? Про излучение мы поговорим. Излучение здесь тонкий механизм, как наблюдать черные дыры. Я вот, когда мы к этому подойдем, скажу, значит, вот, да, излучение как раз связано, например, с эффектом Хокинга. Вот. Как раз Хокинг, и, значит, насчет излучения черных дыр, как раз, вот, это его основные работы. И это излучение носит клантовый характер. Ну, поговорим. Поговорим. Мы, конечно, подробно не сможем здесь все вывести. Хокинг у нас, к сожалению, небольшой. Более того, нам неизвестен, ну, вот, неизвестен математический аппарат, да. То есть, общая теория относительности потребовала, ну, своеобразного математического аппарата. Ну, грубо говоря, это тензорный анализ в искривленном пространстве, да, в искривленном, ну, в физике есть в искривленном пространстве времени. Вот. Ну, в математике там называют, там, тензорный анализ, там, на римоновых многообразиях. Вот. То есть, совершенно новый математический аппарат, который, ну, на третьем курсе неизвестен. То есть, ну, неизвестен, вот, да, как я понимаю. Вот нам придется довольно много времени потратить этот мат-аппарат. Ну, тем более, что он интересен сам по себе. И он используется сейчас не только в общей теории относительности. Ну, даже в твердом теле его использует, когда, например, описывают, там, всякие углубки и боля дефектов в твердых телах. Там, какие-то другие порядки, там, с локаций, там, еще чего-то больше. Вот. Можно вполне обыглавно описать, значит, вот, вот, вот эти вещи с помощью такого математического аппарата. Поэтому у нас будет довольно большой кусок затрачен на математику. После того, как мы с математикой летимся, после этого, значит, надо будет еще уравнение Штейна получить. И только после этого мы сможем добраться до черных дыр и космонавтов. То есть, и все это надо как-то сделать за то время, которое нам отведено. Да еще, когда у вас там праздники какие-то будут, я пока не смотрел. У меня такое ощущение, что 23 февраля, да, уже вроде бы... Ну, 10 марта уже не поставили по приказу за счет 4. А, ну вот я и знаю, в общем, но вот 23 февраля уже у нас чуть пропадает. Ну, я постараюсь, как бы так... Надо понимать, что курс взводный, да, курс взводный. Ну, и в эмпирурику читают в объеме в 2 раза больше. И более того, у них там отдельно дифференциальная геометрия и читаются для теоретиков, где вот этот математический аппарат рассказывается. То есть, ну, а у нас вот, к сожалению, да. Ну, и более того, значит, мы 3D-курсники, а до этого этот курс я в течение, там, 5 лет читал. На 5-м курсе, да. Хотя, когда я учился, этот курс читал Евгений Алексеевич, он тоже в 3-м курсе. Вот. Ну, так вот сейчас все поменялось. Ну, в эмпирурику возвращаемся к хорошим советским традициям. И если еще удастся, может быть, в следующие годы успевать, что, скажем, ну вот, в первом семестре 3-го курса, там, рассказали про дифференциальную геометрию, там, с элементами топологии, какой-нибудь такой курс, тогда вот этот курс можно было бы целиком общить более относительно. Вот. Ну, это, как бы, план могу исчезнуть. И тем более, что это, как бы, необходимость назрела, поскольку, вот, те вещи, связанные с гравитацией, сейчас снова выходят на передний план исследований, вот, долгое время, там, 60-е, 70-е, в отчестве 80-е годы прошлого века, считалось, что гравитация – это удел поживых физиков, вот, которые, ну, вот, там, получили какие-то результаты в своей науке, а теперь вот они в силу, там, своего старения уже начинают думать о чем-то вечном, так вот, да, вот, вот, и, как бы, посредством гравитации эти думы не осуществляют. Вот. Ну, теперь, значит, это актуальный раздел физики в связи с космологией, особенно, да, с новыми космологическими данными, оказалось, что наш мир не такой, как мы о нем думали, да, так, что та видимая материя, да, то видимое вещество, то есть вещество, это его действие, это магнитное поле, вот, так сказать, ну, непрозрачное, то есть, общее, да, то магнитное поле составляет всего лишь 5% вот. от материи вообще во Вселенной, да. Вот, кстати, тут, как бы, в общей пеноре относительности без некоторых философских категорий не обойдешься, вот, чем материя от вещества отличается? Вот, я иногда сбиваюсь, и поэтому мне важно сказать сейчас, что вы меня много и говорили там, да, иногда, я, ну, чуть-чуть забудусь, забудусь, скажу вещество, а на самом деле надо материю. Накополята – это тоже же материя? Но не вещество. Да. Вещество – это, значит, там, электроны, атомы, да, и так далее. А вот поля – это тоже материальные объекты, да, но отдельные, то есть материя – это поля – это не вещество, да. Вот, значит, ну, поэтому, как бы, надо какую-то графику проводить. Ну вот, а, значит, всего лишь пять процентов, да. Ну, то есть вот спрашивается, что такое остальное 95 процентов. И вот об этих 95 процентов пока мы знаем только через гравитацию, да. И они, вот эти 95 процентов остального были обнаружены благодаря гравитации, и они узнают через гравитацию. Ну вот. Ну ладно. Как бы, то есть современное состояние этой науки такое, что, во-первых, гравитацию мы до конца не понимаем. Значит, не можем эту гравитацию, гравитационное поле объединить в единую теорию с другими полями. Есть там некоторые теории суперструм, там, которые, ну, суперструм, супергравитации, которые это делают. Но, к сожалению, эти теории нет никакой возможности проверить экспериментально. Потому что они оперируют с такими энергиями, которые уж точно в условиях Земли и ближайшего космоса не наблюдаемы и искусственно создать их невозможно. Ну, это энергия, там порядка 10-19 гигаре Бонзоинс. Значит, то есть там, вот, хиксовский Бонзоинс. Потом, там порядка, что ли, 200 гигаре Бонзоинс. Вот, да. Так что, в которую, вот, часто прививайтесь к этому, да. Так что, сами можете представить, что это такое. Вот. Хотя теории, конечно, красивые, значит, ну и достаточно сложные. Вот. Ну, тем не менее, вот, пока нет общепризнанной теории, общепедийной теории Бонзоинс, которая объединяла гравитацию и другие Бонзоинс. Дальше. Мы не знаем, как фонтовать гравитационную Бонзоинс. До конца мы этого не знаем. Вот. Значит. Ну, и, как бы, в связи с этим, ну, потихоньку начинают вырисовываться границы применимости в общей темноте относительности. Вот. Значит, сейчас идутся работы над расширением этой теории. над выводом, как бы, следствие из этих расширений на эксперимент. Вот. Ну, как сами понимаете, вот это сейчас один из актуальных, одно из актуальных направлений исследований. Ну, теперь, да, ну, вот, собственно, это, как бы, я такие угодные слова вырисовываю. Да, вот, что вот так, наверное, у меня там две книги идут. Значит, есть вот какие-то вопросы по этой части. Да. Например, литература, да. К сожалению, я вот список литературы, там, не принес с собой. Поэтому год, я вам назову книжки, а год изданий. Ну, уж прощите там. Ну, значит, первое – книжка этого «Давлиф». Да. Чего-нибудь более знакомое вам. Второй – том. Ну, вот его, как раз, лучше брать последнее издание. Значит, ну, в более ранних изданиях там, конечно, почти все правильно. Ну, какие-то там, ну, акценты расставлены по-рукому там. Как бы, иногда это недоумение современное то, что издание может вызывать. Дальше. Есть очень хорошая книжка. Трехтомник. Мизнер Торн Уиллен. Мизнер Торн Уиллен. Мизнер Торн Уиллен. Называется «Гравитация». Трехтомат. Значит, первый том практически целиком посвящен математическому аппарату. Ну, книжка, там говорится, личная, и она немножко, ну, как бы, там все преподносится. Ну, в других традициях, да, то есть там традиция преподавания немножко другая, чем у нас. Но, тем не менее, вот фундаментальный ток. Ну, причем, все эти три автора, они, ну, одни из крупнейших исследователей, вот, были. Дальше. Дальше. Есть очень хорошая книжка «Академика Фокка», которого я упоминал. Фокка «Теория пространства, времени и тяготения». Ну, книжка несколько, как бы, значит, старая, да, по-моему, первое издание, там, в начале 50-х годов. Сейчас я думаю, там, в 53-м вышла. Вот. То есть, старая, но, как бы, она не устаревшая. А «Академик Фок», он, как бы, различался, ну, вот, такой логичностью изложения, да. Вот. Вот. Ну, чтобы эту логичность почувствовать, надо эту довольно толстую книжку почитать. Начало до конца, там, вот. Это, там, не очень простой. Дальше. Ну, так вот, ну, давайте, вот, есть, значит, неплохая книжка. Вейнберг «Гравитация и космология», ну, правда, тоже довольно старая, по-моему, 70-е годы, прошлого лета написана. А вот из современных, из недавно вышедших книжек, мне нравится книжка Владимиров, Сергей Юрьевич Владимиров. Как же она называется? Как же она называется? Как бы, общая теория относительности. Так и называется. И может, гравитация. Значит, значит, ладно, я так не буду. Хотя я вчера его не так держал, а он не курс. Иногда, когда работаешь с обычными, забываешь, как его называют. Вот. Значит, это Курсив Валер Циванлю как раз. И Владимиров, он вообще известный как бы специалист по многомерным теориям всяким. Значит, более того, у него есть там совершенно фундаментальные книги, которые большой объемами называются пионерная динамика. Так. Интерметно-физика. Вот. 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 Написанное, как бы, как бы, на вполне научном уровне современном, и, как бы, более того, у него, конечно, очень оригинальный взгляд на… 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 физику вообще, на основании физики. Так что, кто вас интересуется, с такими вещами, вы можете посмотреть. Дальше. Недавно вышли такие достаточно тоненькие книжки. Критлович. Общая теория относительности. Это, по-моему, где-то в Новосибирском, то есть в Томском университете. Там Прикольч, тоже известный специалист по теории гравитации. По-моему, у них даже есть специальная кафедра теории гравитации. Чего у нас нет. Ну, кстати, есть книжка Шренингера. Шренингера. Это, как называется, по-моему, пространство-время. Или, лучше, теория пространства-время. Как и так вот. Она, как бы написано, давно, но переведена, уже тоже давно переведена. Где-то в 90-е годы она переведена. Ну, это вот то, что касается физики. То, что касается математики, значит, здесь стоит обратить внимание, тоже есть фундаментальный пульс, фундаментальный труп. Современная геометрия. Тургробин, Новико, Томенко. Современная геометрия. Значит, первое издание было очень толстой книгой в новом томе. Последнее издание – три толстых тома. Но, значит, это три академика. Математика, академика, которыми они занимаются. Одни – специалисты. Ну, да. Занимаются специалисты. И, значит, среди них, допустим, Новико, Флотничку. Дальше есть старая его хорошая книжка – Крошевский. Крошевский. Риммонова геометрия и тензорный анализ. Крошевский. Ну, в принципе, те, кто хочет покопаться в основаниях геометрии, можно рекомендовать книжки Сколтена. Сколтен. Ну, ладно. Там несколько книжек, но одна из них, по-моему, тензорный анализ называется. Вот. Ну, это такая книжка, в общем-то, там, скорее, математика, аппарат общей теории относительности рассматривается. Несколько более общих позиций, да, чем нам нужно. Вот. Ну, ладно. Вот эта литература. Вообще книг много написано. в разных, разного объема, да, и в разных подробностях. Знаете, просто, они в нем. Ну, правда, у советских времен еще, значит, немец пишет книгу, да, «Битовскую книгу многотомную», значит, называется «Виденье в слоноведенье». Значит, итальяне, французский книгу. Непартоникую такую достаточно, значит, называется «Любовь слонов». Ага, значит, пишет книжку «Виденье в слоноведенье». Прошу эту страницу, называется «Все слонов». Пишет книжку «Советский человек». Называется, ну, тоже достаточно толстая обстоятельная книжка, называется «Советский слонов. Самый лучший слонов в мире». Значит, пишет книжку «Болгария». «Болгарский слонов. Младший брат русского слона». Ну, и вот. Так что, и все о слонах, да. Так что, на самом деле, тоже литературы достаточно. Я думаю, главное, в будущем в интернете, если зададитесь целью, там, ну, вот, скачайте так, что мало не покажется. Так, мы перерыв делаем или нет? Так, давайте, да, сделаем. Сделаем, да. Мы поговорим про классику, про дилут. Да? Вот. То есть, тем более, что билтоновская теория нам по-любому понадобится, поскольку должен выполняться принцип соответствия. Ну, значит, параграф, там, первый, линтоновская теория гравитации, да. Значит, принцип соответствия. Что за принципы? Знаете, такое? Это когда в пределе мы должны получить то же самое. Да. Более общая теория должна в качестве своего частного общия, да, иметь вот более частную теорию, да, в качестве предельного частного теория. То есть, вот с этой точки зрения пределом вот этой вот теории относительности общей является ньютоновская теория гравитации. И теперь мы должны посмотреть, а что же мы должны иметь в классическом пределе общей теории относительности. Какие управления у нас должны получаться. Ну, как вы знаете, значит, ньютоновская теория гравитации была там создана в середине, да, 17-го века ньютоном и сатом. И основывается на законе всемирного теория гравитации. Ну, давайте мы уже запишем так, что взаимодействие двух массивных тел, да, сила, действующая, допустим, на массивное тело и со стороны массивного тела, вот там, да, имеет вот такой вид, значит, это минус, G, 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 G. Так, сейчас я выпишу ее значение, это 6,97, ну, вот одно из значений, которое я не помню, может быть я взял там, и это все умножается на 10,08, сантиметра в тубе. Вот, гравитационная постоянная, значит, L, I, T, L, K, это гравитационные массы, I, T и K, частицы. Вот здесь мы подчеркиваем, что это гравитационная масса, но гравитационная масса, это, ну, грубо говоря, гравитационный заряд, да? Вот, если мы на закон Клона рассматривали, здесь будет гравитический заряд, а вот так вот у нас зависит гравитационный заряд. Значит, L и K, это известный нам в механике относительно гравитационный заряд, да? Ну, а, соответственно, если мы венка убираем, то это, ну, ну, значения те же, что в теории мехи, поэтому я так долго не останавливаюсь. Знак минус означает одну простую вещь, что это сила притяжения, да? То есть, если радикус вверх направлен от I, T, К, направлен от I, T, и K, частицы, да, то сила на другую сторону, да? То есть против, значит, радикуса вверх, значит, она капает частицу, притягивает от I, T, частицы. Вот. Ну, дальше тут можно вспомнить механику, сказать, что эта сила там центральная, да, потенциальная и так далее. Вот, значит, об этом мы говорили. Вот. Значит, давайте теперь немножко, ну, поанализируем, да? Вот. Вот какие следствия из этого закона всемирного тяготения? Ну, прежде всего, мы можем взять систему частиц, не две частицы, а взять систему частиц, да? И посмотреть, какая сила действует на I, T, частицу со стороны всей оставшейся системы. Для этого мы должны просто просуммировать, да? Так, то есть если получим, что эта сила R, I, T равна, ну, там, минус G остается. Дальше, смотрите, мы суммируем O, K, O, K, частицам, да, значит, R, I, T мы можем вынести, да? Значит, здесь суммируем O, K, по всем частицам, R, I, T, R, I, T, U, I, R, I, K. То есть сила, которая действует на I, T, частицу со стороны всей системы в пропорциях на даже массе этой частицы. Это для нас будет важно. И, собственно, вообще говоря, если очень грубо и очень общее говорить, то вот общая теория относительности, в основе общей теории относительности вот этот факт и лежит, что сила, действующая на частицу пропорциональна ее массе. Вот. Ну, давайте посмотрим, значит, что за этим фактом строится, да? Это сила пропорциональна массе. Дальше мы будем рассуждать так. Вот пусть у нас есть некая система массивных тел, да? Система массивных тел. И мы, да, этой системой массивных тел создается некое поле, гравитационное поле, и мы собираемся свойства этого поля изучить. Как мы экспериментально должны действовать, чтобы изучить свойства этого поля? Здесь не будет. Робную частицу, да? Робное тело. То есть, что означает робное тело? Робная частица, да? И вот с помощью этой частицы, этой массивной частицы мы собираемся, значит, ну, сделать какие-то выводы, да? Робная часть через силу, которая действует на эту частицу, да? Через эту силу f, а поле, гравитационном поле, которое создается системой частиц. Ну, понятно, что мы можем записать эту силу f теперь вот в таком виде. Значит, f это уже сила действующая на вот эту ровную частицу массы m. Дальше и а равна, значит, минус g на m, да? А здесь остается та же самая сумма, b, k. Дальше и t, k, t. Ну, а здесь надо аккуратно писать. Значит, в радиус вектор частиц теперь вот этой частицы массы, пробной частицы, это r, значит, r минус g на r минус g на r, вот так. Значит, это сила. Ну, мы с вами... Здесь? Здесь примодульная. Что? Здесь примодульная. Что? Это гравитационный заряд, да? Гравитационный заряд в частиц. Значит, по аналогии с электростатикой мы можем с вами определить напряженность гравитационного поля, да? Значит, напряженность гравитационного поля это что? А, это сила, действующая на единичество. Да, да, да. То есть, будем напряженность назначать на Кавказиже, это просто R, 9, N, 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 N. Вот так вот, я как бы не буду переписывать. Значит, для G мы тогда получим вот такую форму. G, да? G это напряженность гравитационного поля и она равна в отче. Значит, мы видим, что эта напряженность уже не зависит от массы, да? То есть, это сила, действующая на единице массы. Значит... Дальше. Мы так... Что мы еще о поле можем сказать? Да, вот это гравитационное поле, это поле вот с такой напряженностью, да? Вот уже... Ну, тут можно опять написать, но... То есть напряженность это уже чисто полевая изучена, да? Она никак не зависит от кровной частицы. В этом смысл людей напряженности поля, да? То есть она не зависит от характеристики, которая не зависит от кровной частицы. То есть это чисто уже... Вот это выражение для напряженности уже чисто поле относится. Это характеристика поля. Дальше. Вспоминая, что сила F, которая определяет закон всемирного тихотея потенциально, мы можем и здесь ввести потенциал A, потенциал поля. То есть мы можем записать, что G у нас... Это минус D, Fi по D, да? D, Fi по D, ради n, Fi там, ради n, Fi там, ради n, Fi. Вот если мы G так записываем, то Fi это потенциал поля. G это напряженность поля, а Fi это потенциал поля. Ну легко можно догадаться, чему разен потенциал. Вот опять же из этой формулы. Вот просто вот здесь у нас... Значит, вот это вот выражение мы должны быть производным чего-то представить. Ну, вспоминая, что в механике я показывал, что D, Fi по D, R, да? Равно чему? Равно R, да? Равно R, да? Все та же формула, единичный радиус R. Мы с вами легко получаем, что Fi у нас равно минус... Не, минус, потому что тут, значит, один минус вот, значит, из-за предкидения... Со степенью еще? Да, из-за степенью, там, на... Даем одну минус. Значит, три минуса, два минус. Значит... 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 Значит, докажем, минус G... Минус G... Значит, сумма МК... Значит... МКТ... На... Му... Р... Му... МКТ... Вот так вот. Ну, это известный, значит, улоновский потенциал, на самом деле. Просто... Улоновский потенциал, который каждой частице создается, на самом деле. Мы его суммируем, да? Уммируем. Чтобы получить потенциал без системы. Вот так вот. То есть, вот, мы можем ввести две характеристики гравитационного поля, напряженность и потенциал. И видим, вообще-то, что самый первый вывод, который мы делаем, что Ньютоновская теория на самом деле является гравистатикой. Да. Это статическая теория. Это гравистатик. А динамика в ней, ну, адекватным образом учтена не может. Ну, связано это, в конце концов, с тем, что в Ньютоновской теории, и вообще в классической физике, да? Возвращение передается с бесконечной скоростью. То есть, мгновенно, да? Никакого запаздывания не существует. Вот. И поэтому любой сигнал, любое изменение гравитации в какой-то точке, тут же, наверное, будет чувствоваться в любой другой точке пространства. Скорость света бесконечна. Вот. А мы эту конечность скорость света должны учесть. будем в общей теории относительности, и тогда у нас появится, ну, гравидинамина такая, да? Вот. Вот. Ну, ладно. Это вот мы какие-то полевые характеристики. С другой стороны, мы же можем с вами, когда рассматриваем ровную частицу, записать законные движения, да? В классике это что? Второй закон Ньютона, правильно? Да. Ну, когда мы пишем второй закон Ньютона, мы этой кровной частице должны еще одну характеристику приписать. Вот, как-то, значит, это не всегда проговаривается в силу известного факта, да? Но на самом деле, да, мы должны приписать этой частице динамическую характеристику, инентальную массу, ньютон, да? И это вот как раз та масса, которая стоит во втором законе Ньютона, значит, ньютон с двумя точками. Там, ну, родной АГЭС, да, а микрон Ньютон, АГЭС, да, сила действующая на частицу, ну, как бы, вот, я, вот, силу растет, ну, это, вот, значит, проговаривается, да, то есть я в нашей... То есть вообще говоря, да, именно эта вот энергия масса, та масса, та самая масса, которая сопротивляется ускорению тела, да, оказывается, чем она больше, тем нам труднее тело ускорять. Вот. Значит, ну, и вообще говоря, ниоткуда, ну, так вот, теоретически, ниоткуда не следует, что М равно Ньютон. То есть это должно быть установлено на эксперименте. Если бы этого не было, ну, мир был бы другой, да, совершенно. И поэтому, вот, как бы, ну, такой достаточно удивительный факт, что гравитационная инертная масса оказывается с большой точностью, ну, с той точностью, с которой мы только и можем померить, да, то есть, значит, являются равными величинами, да, то есть мы на основании экспериментов, ну, здесь я о них не рассказываю, значит, о них написано во всех книжках, да и, наверное, вам в общей механике рассказывали, там про них рассказывали или нет. Я вообще не знаю, что сейчас общей механике рассказывали. Нет, а вы рассказывали, что, что они там на фактах это проходили, что там они в пятнадцатом, значит, отличаются. В пятнадцатом, ну, наверное, да, в пятнадцатом... Что-то нет. Они различаются, но их отличаются настолько мало, что... Ну, про сами-то эксперименты как... Нет, что-то нет. Ну, ладно, ну, значит, вам придется почитать где-то, вот, как эти эксперименты проводились и так далее. Не будем на этом останавливаться. Ну, да, но в пятнадцатом у меня вот, может, какие-то там старые... Сведения у меня... Вот, есть ссылка на эксперимент Браздинского Панова СССР 1971. Вот это я, видимо, брал, как бы так, наиболее худший вариант, да, то есть, 15-й знак, это очень хорошо. Самый худший вариант, то есть, когда там, значит, не 15-я, а вот как у Браздинского Панова, минус 19-й. То есть, ну, минус L, а M, значит, порядка 10-минус 12. То есть, ну, и как бы логично, если есть серия экспериментов с какими-то там погрешностями, то, как бы, значит, доказано, стоит считать только тот, ну, самый худший результат, который дает самый худший эксперимент. Вот, самый худший эксперимент, это 10-минус 13. Ну, в двадцатом веке, я не знаю, конечно, что там это, что он делал. Вот. Так, ну и если так, то смотрите, у нас сразу же получается вот что. Когда мы ню и ем сокращаем, вот здесь и получаем, что терзминя точек равно же Эм. Вот этот результат совершенно фундаментальный для построения общей теории относительности. Он утверждает, что все тела разгоняются, ну, устряяются одинаково, да, вне зависимости от их массы. Вне зависимости от их массы. То есть масса не важна для гравитации. Ну, вот в этом смысле. Ну, и вот, как бы, мы увидим, что отсюда следует далеко и до чьих выборов. Это, ну, самый важный вывод, что все тела нагоняются, устряяются в гравитационном поле и не зависимо от их массы. А второй вывод, ну, что, собственно, сжета, да, напряженность гравитационного поля, это и есть, по сути дела, ускорение, да, ускорение, ну, свободного падения кровной частицы, да, вот в этом поле, в этом поле. Ну, ладно, это... Здесь минус тринадцатый. Тринадцатый, да? А, ну где-то уже посмотреть? Да. Ну, хорошо. Я осмотрел в институте. Может, там обещат. Ну, значит, тринадцатый. Ну, тем лучше для гравитации. На самом деле, смотрите-ка. Ну, вот часть теорий, которые пытаются общую теорию относительности обобщить, обобщить. А они иногда вот от этого... Эта разница ставят под сомнение. Основания для этого какие могут быть, на ваш взгляд? Вроде экспериментальный факт. Либо не придерешься, либо отрываешься. Может, при больших скоростях и при больших напряженностях? Ну, да. То есть, значит, все слабо стояло. Гравитационное поле Земли это слабое. Может быть, эта масса сама зависит от поля, да? Вот. Каким-то образом. Значит, ну, есть такие теории. Ну, ладно. Хорошо. Дальше. Посмотрим. Теперь вот что. Это дискретная теория, да? Дискретное распределение массы. А вообще-то говоря, когда мы строим ванилумы в теории, да? В теории поля, нам нужны всякие непрерывные распределения. И поле у нас, ну, значит, хотя массы там могут дискретно распределяться, поле у нас все равно непрерывно распределяется. Вот. И вообще говоря, значит, нам, как классический предел, нужен бы случай, когда и массы распределены в теорию. Ну, например, в случае, когда там, что характерная длина, на которой меняется поле, да? Много, больше, чем там, красивые расстояния между частицами и системами, да? Тогда мы можем перейти в непрерывную распределение массы. Как это сделать? Самым простым способом. Есть разные способы, но на самом деле мы можем совершенно переехать. Ну, спрашивайте, я, может быть, не хочу. А что ты говорил? То есть я не хочу быть каким-то оратором, там, то есть мне было бы интересно, если бы меня останавливали, перерывали, объясняли, спорили. Вот. Вот. Пожалуйста. Значит, смотрите, как можно проще всего это сделать. Ну, мы, собственно, так делали, когда рассматривали, например, переход в тезор инерции от дискретного распределения массы непрерывных. Ну, что там делали? У нас была сумма АКК, АКК, да? А мы ее заменяли на что? Непрерывных. Та же самая логика на интеграл по объему ДНР отходов, да? Вот. То есть переход от дискретного распределения к непрерывному, формально, совершенно. Но основания для этого, как бы, имеются. Ну, как бы, если у нас имеется, там, кусочек слошной среды, ну, мы его разбиваем, там, на мелкие объемчики, и каждый объемчик считаем, ну, какое-то отдельное частище, что ли, да? Вот. А, значит, ну, тогда справедливо, ну, например, вот эта формула для потенциала, да? Вот. А, значит, ну, поскольку тут вот эти расстояния между частицами, а не мало, то мы там должны брать пределы интегральной суммы. Да? Ну, то есть, вот, формально так. Но тогда для ФИ у нас получается следующее выражение. Ну, давайте мы уже не будем интересоваться. Понятно, что то же самое и для ШИ можно написать, для ФИ получим. Тогда ФИ, ну, тут ФИ от Р. Да, тогда ФИ от Р у нас это что? Р минус Ж, интеграл. Там... Ну, вот. ДВ. Рон на ЛGS . Значит, Р минус Р. да, вот здесь, давайте так, штрих, n, m, m, вот так. То есть теперь y, разумеется, мы опускаем, да? Значит, а интегрируем, вот такой непрерывный эксперимент для штрихов. Вот. Ну вот это выражение вам, людям, сдавшим электродинамику, хорошо известно, штрих это вот rk, так же, да, это переменная интегрировка, точно так же, как и rk, это два переменной структуры. Что это такое? Решение какого? Это решение уравнения пластома. Ну и вообще, то есть вместо этого уравнения, да, мы можем, с этого выражения мы можем рассматривать вот такое. Дэстащим, разумеет 4, 1, женаром. Уравнение пластома. Женаром. Ну, оставляем вопрос, насколько, как бы, переводен на эти две формы записи, вот можно ли, как бы, то есть вот, на самом деле, вот, вот этот значок всегда, скажем, да, что вот такое уравнение, это его решение, да. А вот обратное, вообще говоря, там всякие тонкости возникают. Вообще говоря, не совсем, если говорят на эти условия записи. Но тут надо понимать, что мы делаем некое обобщение и считаем, что все-таки в теории гравитации, да, ну, для этого, ну, для этого обобщение есть на теоретические экспериментальные основания, да, значит, в качестве уравнения поля для напряженности, для потенциала этого поля является уравнение пластома. Уравнение пластома. Итак, берем классические теории гравитации в качестве уравнения поля уравнения пластома. И вот именно это уравнение должно быть следствием Часто случим уравнение пластома. Согласно принципу соответствия именно это уравнение должно получиться из уравнения пластома. Как частный случай. Уравнение пластома. И к этому мы будем стремиться. То есть если, то есть мы будем создавать теорию именно такую, чтобы это было именно так. Ну, все, ладно. Да, вот еще минута есть, я поговорю о чем-то. О применимости, применимости классической теории гравитации. То есть нам еще одно важное неравенство здесь понадобится. То есть пределы применимости классической теории гравитации. Ну, видим, что это гравитация гравитатика, я говорил. Но, и кроме того, эта теория справедлива при скоростях v, ну, или относительных скоростях v много меньшей скорости света. Ну, вот давайте, значит, запишем закон сохранения энергии для нашей кровной частицы, да. То есть, значит, энергия, энергия ее сохраняется при движении в гравитационном поиске, то есть, я могу сказать, что вам генетическая энергия плюс потенциальная, а потенциальная энергия это у нас m на φ, да, точно так же, как там сила это m на g, да, то потенциальная энергия это m на φ, значит, плюс потенциальная энергия ну, равня константе, ну, там, нормировка φ, допустим, эту константу можно положить в равную нулю, да, будем отсчитывать потенциал таким образом, чтобы у нас вот эта константа, которая всегда в начальном условии задается, да, равня 8. Ну, понятно, но ну, давайте, ну, константу c, допустим, так вот, e, e, да, это константа, задаваемая значальными условиями, ну, запишем, и мы ее вот так, e равно даем на φ, m на φ, вот так, и тогда, значит, вот в детстве мы можем написать так, значит, m на φ минус и вольт, так вот это φ минус и вольт, мы за новое φ обозначим, да, то есть мы просто уровень отсчета потенциала в другой точке выбираемся, да, то есть можно всегда записать, вот, в случае в самом заскоре, значит, m на φ отсюда находим, что φ равно минус v квадрате в полуа, обратите внимание, знак минус, что он означает, то есть это притяжение, притяжение, а в много меньше цеха, да, значит, мы можем записать, что классический прием, ну там, то есть в в квадрате много меньше цеха в квадрате, значит, вот уберем по модулю, да, ну, это модуль си, много меньше цеха, разумеется всяческие двойки, раз у нас много меньше, да, сильное неравенство, всякие там двойки, мы на него не должны быть, вот, то есть, видим, что классическая теория гравитации применима для полей, удовлетворяющих этому неравенству, а это означает, что как раз вот именно в этом приближении, в этом филе-могене в цеха в квадрате должно из уравнения Эйнштейна получаться уравнением Торстого. Ну, ладно, значит, мы сегодня закончим, на следующем занятии мы поговорим о физических основаниях, общей теории относительности, как же продолжим эту тему, а потом у нас довольно много времени уйдет нам математику, этот этап, ну, неизвежим, но математику тоже можно по-разному рассказать, я, кажется, мы можем это неизвежим, но это про лень, этот этап надо выдержать, а потом, только потом мы доберемся до, там, до 4. А вот то, что профессионал умеет, вместо расстройства отрошать, ну, это смысл умеет, ну, какой сумасшедший, я помню, ко мне человек пришел отмаживаю, значит, вот, значит, с вопросом, а какой смысл вы имеете в кинетической энергии звонка? Вот я признался, я как бы не мог ему тогда ответить, но я не могу на него ответить и сейчас, может быть, какой-нибудь имей, ну, как бы, математически, непонятно, это интеграл движения, там, уравнение ньютон, а физический смысл выйти какой? Я не знаю, вот, какой, может, смысл, но размерность такая, вот, 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 значит, ну, значит, уже размерность ускорения, смысл такой, что все завязано на кинематином, да, раз масса нам не важна, то, значит, и уже у нас ускорение и потенциал квадрат скорости, вот, ну, я вот пока, если вас уговорить, на кинематином, ускорение на кинематином, то, ускорение 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 закона тяготения ньютонова, он его из каких соображений ты написал? Я вообще, как то, он не пишется, как то, он еще вот так? Ну, значит, изображения, что я, ну, он смысл, да, не, это не так, значит, вы, есть закона Кетлера, которые описывали движение небесных тел, и из этих законов совершенно однозначно следовало, и Ютуб как раз это установил, по сути дела рассматривали законы Кетлера, что два тела притягиваются друг к другу силой, которая пропорциональна квадратных масс, и обратно пропорциональна, то есть произведение масс, это разная масса, и обратно пропорционально квадрату расстояния. Это следствие закона Кетлера, которые являлись экспериментальным фактом. Кетлера посадил в себе зрение, и не монодируем, наблюдая за движением небесных тел, но зато он фиксировал огромный массив информации, точную обработал, и установил свои три зафона. Из них однозначно следовало вот так. Ну а гравитационное постоянное, ее значение, как коэффициент пропорциональности, ну чтобы правильные числа получать, да, вот из этих соображений. Ну, то есть это вот обобщение с космосом, это все началось. Потом там опыты Кэрри, дешевые, которые проверяли вот эту вот обратную пропорциональность, он там что-то с холдинными весами делал, там вообще довольно тонкий опыт, даже для новичных времен. Ну, все, да? Ну, все.